Дом Салтыкова-Щедрина постройки 19 века переживает очередное рождение. Еще недавно здесь размещалась библиотека, потом было принято решение отдать его под музей Сложеницына. Работы по реконструкции должны были завершиться к 100-летию со дня рождения Нобелевского лауреата, но этого не произошло. Рязанская общественность неоднократно выступала против создания такого музея именно в этом месте. Сейчас остается только разводить руками. Здание окружено строительными лесами, памятник Салтыкову-Щедрину заметает снегом. Краеведческая общественность, широкая общественность и литературные города Рязани наставит на том, что здесь был литературный музей, где представлена была бы и часть жизни Александра Исаевича Сложеницына, пускай, но частью одной десятой, одной сотой, потому что около 300 известных рязанцев в разные века, которые оставили свой след в литературе. По мнению краеведов, в Рязани можно создать туристический маршрут, посвященный Александру Сложеницыну. Начать его от второй гимназии, где он преподавал физику, математику и астрономию. Учителем был строгим, но в воспоминаниях современников сохранились данные, что, несмотря на сложность характера, ученики его очень любили. Сейчас в гимназии работает музей Александра Сложеницына, который он посетил еще при жизни. Дальше по маршруту сельхозинститут, где работала его жена. Сейчас в этом здании политехнический университет. Писательская организация, где в 1969 году его исключили из Союза писателей. Сейчас она находится там же, правда, делит помещение с музеем путешественников и филармонии, где он слушал Ростроповича, своего друга. Сам выступал в здании политпросвещения, сейчас факультет русской филологии и национальной культуры РГУ. Недавно на нем открыли мемориальную доску. Дальше по маршруту квартира Науридска-18, где он жил с первой женой Натальей Алексеевной Решетовой. Во дворе дома до сих пор сохранилась яблоня, под которой Александр Сложеницын любил работать. Квартира, где он жил, тоже не пустует. Однако хозяин, по словам историков, не против продать ее под музей. Еще один дом, связанный с именем Нобелевского лауреата, дальше по улице на проезде Яблочкова. Здесь Александр Сложеницын получил квартиру на первом этаже в 1965 году. Сейчас хозяйка это жилье сдает, сама проживает в Москве. И последняя точка – музей истории одного рассказа. Он находится рядом в техникуме. Остается надеяться, что когда-нибудь будет восстановлена историческая справедливость и найдутся люди, готовые вложиться в восстановление одной из квартир, и там получится открыть выставку, посвященную рязанскому периоду Александра Сложеницына.